Всем привет! Вопрос навыка, вопрос того, чем же зарабатывать онлайн, какие услуги предлагать, что изучать, волнует многих из нас, особенно начинающих фрилансеров, да и фрилансеров со стажем, когда вы думаете, ну может быть сменить род деятельности, попробовать что-то другое. Как же подойти к этому вопросу выбору навыков? Есть несколько вариантов, одни из них, скажем так, работают лучше, чем другие. Есть вариант, когда вы знаете, что это ваше призвание, то, что называется вот сейчас в английском языке модно называть passion, вы знаете, что это ваша страсть, вы готовы просто всю жизнь посвятить определенному виду деятельности, вы можете попробовать на вот этой страсти выехать, но, как правило, все равно реальность такова, что есть рынок, есть спрос, предложение, и это все надо учитывать, далеко на страсти, так сказать, не уехать. А есть другой вариант, когда вы видите уже успешные примеры, другие фрилансеры, которые стали топовыми, или у вас есть свои кумиры, которые достигли успеха в высот, в поле деятельности, которые деньги приносят, и вот вы тоже загорелись идеей, начинаете пробовать, но, снова-таки, на такой мотивации тоже долго не ехать и далеко не уехать, потому что она будет падать, так как заработок сразу крупным не будет. И, как правило, вот эти первые два варианта выбора навыков не работают в долгой перспективе. Есть третий вариант, о котором и пойдет речь в этом видео, это когда вы проводите анализ рынка, когда вы смотрите на конкретные цифры, на конкретный спрос, на предложение, и тогда уже подстраиваете свои преференции, свои предпочтения, смотрите, что для вас работает, что нет, и вот через такой анализ, скорее всего, у вас хватит сил, хватит мотивации, чтобы перейти на те этапы, когда уже будет приходить доход. Давайте теперь конкретно рассмотрим, как это делать, чтобы те навыки, которые вы выбрали, вы на них могли зарабатывать. Для изучения рынка, спроса и предложений мы будем смотреть на платформу фриланса Upwork. Это одна из самых крупных бирж фриланса, и поэтому я и предлагаю смотреть на нее, не потому что я рекомендую ее как источник заработка, а просто полученные выводы мы тогда сможем сраполировать на другие платформы, которые, допустим, поменьше, как People Per Hour. Другой момент, в основном то, что я буду показывать, касается рынка США. Мы говорим о фрилансе за рубежом, и если вы хотите зарабатывать в валюте, я настоятельно рекомендую смотреть на зарубежные сайты, на зарубежные тенденции. Биржи фриланса существуют не просто как благотворительная организация, чтобы вы зарабатывали деньги, но они также зарабатывают деньги, как посредники. Поэтому это в их интересах показывать самые популярные, самые пользующиеся спросом, услуги, предложения на первых страницах. Далеко копать не надо, смотрим на поверхность, алгоритмы уже заточены на то, чтобы показывать самое популярное. Заходим на сайт upwork.com и смотрим, вверху у нас есть основные категории и внизу. Давайте перейдем вот просто, к примеру, на дизайн, потому что я так представляю, что вы посмотрите несколько категорий самостоятельно. Мы с вами просто рассмотрим дизайн, как пример. Есть графический дизайн, есть уже вот видите веб-дизайн, даже из вот этих иконок уже можно взять выводы, хотя бы в какую сферу идти, что вам было бы ближе. И дальше в алфавитном порядке представлены подкатегории лого-дизайн, там видео-продюсеры и так далее. Вот мы определяемся с какими-то подкатегориями, которые нам кажутся интересными. Давайте теперь более конкретно, к примеру, анимация 2D. Посмотрим, а есть ли вообще спрос, потому что, ну, хорошо, 2D, анимация, а заказывают ли ее? И теперь мы видим, что всего опубликовано более тысячи проектов, это те проекты, которые открыты, на которые еще можно подаваться. Возможно, не на все, некоторые, возможно, уже закрываются, просто не были закрыты официально. Давайте сразу 50 на страницу, чтобы посмотреть, когда и сколько было проектов опубликовано. Вот видите, на тематику 2D анимации, просто мы смотрим там, смотрите сколько, да, за один день. Я просто смотрю, вот первый день, там последние 2-4 часа уже более 30 проектов было опубликовано. И это первый шаг, то, что я призываю вас сделать, после того, как вы посмотрите это видео, перейдите сначала в категории, которые вам интересны и просмотрите подкатегории. Да, все крупные подкатегории, самые популярные, они уже есть на сайте, но перейдите и посмотрите конкретнее на то, сколько проектов, какое количество проектов публикуется в день, потому что все-таки одна категория будет более популярна, чем другая. Но на этом наш поиск не заканчивается, потому что это, конечно, все замечательно, вы увидели разные проекты, также почитайте о проектах, возможно, вот вы прочитаете описание проекта, и у вас сразу все желание отпадет, вы поймете, а я-то не хочу делать, мне-то неинтересно, а возможно вы почитаете, подумаете, да, в принципе, это то, что я могу подучить и предлагать и так далее. Это все в таком неспешном порядке, ознакомьтесь, почитайте, это вся информация есть. Теперь давайте посмотрим на конкуренцию, проекты есть, замечательно. Что же касается фрилансеров других, которые уже зарабатывают, возьмем ту же сферу, к примеру, да, анимация 2D, как они зарабатывают, сколько? И сразу видим, первый фрилансер Павел, Украина, 50 долларов в час, вот он предлагает услуги по анимации и уже заработал через платформу, там, более 100 тысяч, ну, там, он части компании, части, я так понимаю, студии игр. Посмотрим других фрилансеров, там у нас есть вот Пакистан, видим, да, США, Вьетнам, Индия, и все они уже определенные суммы заработали. К примеру, вот есть Ольга, тоже Украина, она является членом Wow House Studio, которая заработала больше 200 тысяч долларов. и конкретнее ознакомьтесь с тем, что же вам надо изучить, не просто 2D анимация, это слишком обширно, а конкретнее, какие программы, потому что, как правило, фрилансеры, они расписывают, что они делают, более узконаправленно, потому что это хорошо для ключевых слов, для поиска, да, более конкретно они расписывают, с какими инструментами они работают, с какими программами. Посмотрите, и у вас уже все, у вас уже есть перечень того, что делать, вам не надо изобретать велосипед, у вас это уже все вот на поверхности есть. Посмотрите, ознакомьтесь и определяйтесь. Другой вариант, вы также можете зайти на Fiverr, это другая крупная, крупнейшая биржа, и посмотреть на те же предложения, возьмем снова-таки 2D анимацию. Какой спрос, какие расценки, пусть вас не смущает C$, это значит канадский доллар, сколько услуг предлагается, сколько, вот по количеству отзывов можно увидеть, сколько покупают, допустим, там 509 отзывов есть, здесь там 75, вот этих все 2D анимации. Как правило, на Fiverr это попроще. Конечно, есть Pro, Verified, когда более сложная работа, там видеть там 900 канадских долларов за услугу, но в основном здесь, конечно, заработок будет поменьше, но тем не менее, вы уже понимаете, вы тоже можете почитать эти услуги, что предлагает, что этот фрилансер предлагает как услуга, какие пакеты там есть, Basic, Premium, Standard, почитайте. Также вы можете перейти на Buy Request, в отличие от Upwork, это не так популярно, публикация проекта, но тем не менее, вы можете посмотреть, сколько, согласно вашим навыкам, публикуется. Правда, чтобы использовать эту функцию, Buy Request, у вас уже должны быть опубликованные гики на сайте, который касается вот именно тех навыков, под которые затем вы увидите опубликованные проекты. Не просто все, а вы видите только те, которые имеют отношение к вашим скиллам. Посмотрите тоже, что хотят, за сколько хотят, сколько хотят, чтобы понимать лучше. Также биржа фриланса Upwork публикует ежегодно список самых популярных навыков, которые пользуются спросом на платформе. Мы к этой информации переходим как третьим шагом, потому что все-таки сначала ознакомьтесь с тем, что вам немножечко больше нравится, чем просто смотреть на бездомный список. Но мы сейчас перейдем, чтобы открытровать. Вот мы видим In Demand, значит, что пользуются спросом. Самое-самое, да, это все здесь расписано, что вот отчет был создан на основе 170 тысяч проектов, которые прошли через платформу за последний год. Есть описание тренда, вы это все можете почитать, если не можете перевести, можете воспользоваться там Google переводчиком или Dipple, чтобы понять ситуацию на рынке. Но вот ниже мы пролистаем и видим. Навыки. Здесь уже конкретные навыки. Вот кто бы мог подумать, что на четвертом месте будет e-books. Но правда такова, да, что это пользуется спросом. Electronic Design. Презентации. Если вам интересно, как раз я записала видео, там, как вы можете делать презентацию, вообще не имея никаких навыков. Видео в описании, смотрите, даже особо учиться не надо и начинайте предлагать. Вот то, что касается моих навыков Google Tag Manager, да, на 13 месте. Вы этот весь список можете просмотреть. Конечно, здесь уже все категории собраны в одно. Но это может вам помочь отфильтровать. Не все, не все навыки вам подойдут. Пример Tax Preparation, налоговые моменты вы не знаете в США. Или все, что касается, там, writing, написания статей, тоже английский язык не ваш родной. Но есть навыки-то совсем, совсем общего характера, для того, чтобы предлагать которые, вам не надо знать английский язык. Допустим, Adobe After Effects, да, тот же 3D дизайн. Посмотрите, определитесь вот таким образом, изучая рынок, а не просто пальцем в небо. Теперь, когда у вас появились идеи того, что вы можете предлагать онлайн, попробуйте несколько видов деятельности и посмотрите, что у вас выходит проще, что приносит больше удовольствия. И тогда уже делайте более окончательный выбор и уделите этому вашему выбору хотя бы пару месяцев перед тем, как делать выводы, работать не работать. Потому что, как правило, первый месяц, первые два месяца могут быть бездоходными. Но затем, если вы реально вложили усилия, вы получите заработок. Что делать дальше, когда вы определитесь со своими навыками? Смотрите мои видео, ссылки на самые основные, как регистрироваться, как проходить весь путь, заполнение фриланс-профиля, отправление заявок. Все это в моих видео, ссылочки в описании. И тогда у вас уже нет никаких отговорок, чтобы не начинать зарабатывать. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я всегда читаю комментарии и рада обратной связи. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч! Успехов!